Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». В компании «АвтоСтронг-М» просто изобилие генераторов, стартеров, турбин, гуров и всего навесного оборудования для вашего автомобиля. На нашем огромном складе, который состоит из шести ярусов, мы откопали что-то очень маленькое, но очень надежное. Итак, встречаем 1.0 от VAG. Младшими силовыми агрегатами в семействе ES113 являются двигатели объемом 1.0 и 1.4. Это практически одинаковые моторы, за исключением материала блока. В 1.4 блок чугунный, в 1.0 алюминиевый, с помещенными в него тонкостенными чугунными гильзами. В ГБЦ один распредвал, 8 клапанов и гидрокомпенсаторы присутствуют. Ременной привод ГРМ. Данные моторы ставили на Volkswagen Lupa, Seato Rosas. Сегодня мы разберем Данный мотор снят из Volkswagen Lupa 2003 года. Сегодня помогать в разборочке нам будет тот самый Николай. И мы начинаем нашу разборочку. На двигателях 1.0 ставится стандартная катушка зажигания, которая распространена на многих двигателях VAC, выпущенных до 2015 года. Данная катушка зажигания в основном ставилась на двигатели объемом 1.6, но также встречается на атмосферных 2.0, на турбированных 1.8. Эта катушка дожила до двигателя 1.2 TSI. Данная катушка очень надежная и ресурсная. Выходит из строя из-за некачественных свечей и пробивающих высоковольтных проводов. Если с катушкой что-то не так, то появляются провалы в мощности при разгоне. Также двигатель начинает троить и фиксируются соответствующие ошибки по пропускам зажигания. Поздние версии двигателей 1.0 оснащены электронной дроссельной заслонкой. Обычно она никаких нареканий не вызывает, но ее чистка может помочь, если обороты холостого хода будут плавать и будут фиксироваться ошибки по бедной смеси. Также если двигатель глохнет на холостом ходу, то можно почистить дроссельную заслонку. А если обороты двигателя на холостом ходу начинают плавать при полностью прогретом двигателе, тогда надо смотреть лябдозонт. Датчик температуры охлаждающей жидкости является фирменной деталью Volkswagen, из-за которой двигатель может не запуститься либо заглохнуть в первые секунды после запуска. Обычно это происходит на холодную, потому что ЭБУ получает от этого датчика неверную температуру антифриза, обычно завышенную. ЭБУ не дает достаточно богатой топливной смеси для запуска двигателя. Чтобы оживить двигатель, надо просто снять вот эту фишку и запустить его. Термостат на двигателе 1.0 не сильно долговечный. Как правило, он выходит из строя безобидно. То есть двигатель не прогревается, температура охлаждающей жидкости не превышает 75 градусов. Замена термостата на данном двигателе не сильно сложная процедура. Двигатель 1.0 AUC оснащен клапаном EGR с электронным приводом. Данный клапан прекрасно диагностируется и адаптируется с помощью фирменного и не очень фирменного ПО. Симптомы, указывающие на то, что в клапане что-то не так, это нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Причем двигатель будет троить так, как будто неполадки в системе зажигания. На холодном двигателе обороты будут высокими, на прогретом двигателе обороты будут низкими и нестабильными. При диагностике выявятся ошибки, которые указывают на неисправность клапана, и клапан не будет адаптироваться. Чистка клапана вряд ли поможет, потому что будет неисправен его сервопривод. Форсунки на данном двигателе зашибись, то есть никаких нареканий не вызывает. Поэтому просто смотрим. Система вентиляции картерных газов на двигателях EA113 ничем не примечательна, но может довести двигатель до капитального ремонта. Причиной всему – перемерзание патруков системы ВКГ. Дело в том, что это происходит зимой во время коротких поездок за хлебом, во время которых в системе ВКГ циркулирует влага, которая из-за мороза перемерзает. Потом давление в картере просто выдавливает масло через все возможные места, даже из масляного щупа. На ходу мотор может расстаться практически со всем маслом, и когда загорится красная маслянка, то будет уже поздно. Во многих случаях распредвал клинит, обрывает шпонкой его звездочки, поршни клапана встречаются, и мотор едет на капремонт. Обратите внимание на вот этот густой майонез. Он возникает из-за смеси паров масла и влаги, а в мороз перемерзает. Такого быть точно не должно. Ремень ГРМ на моторе 1.0 приводит помпу и единственный распредвал. Многие моторы погибли из-за того, что владельцы ставили некачественный ремень и не вовремя его меняли. Вот он тот самый маленький распредвальчик. По состоянию кулачков и шеек все прекрасно. Выпускные клапаны на двигателе 1.0 AUC прогорали из-за использования некачественного топлива. Сначала ухудшалась проходимость катализатора, затем катализатор прогорал, а затем прогорали клапаны. Если посмотрим на состояние данной ГБЦ, мы видим, что уже один клапан начал прогорать. И по вот этому масляному налету и нагару мы видим, что моторчик масло подъедал. Напомним, что блок у этого двигателя алюминиевый, гильзы чугунные. Если говорить про состояние, то лысая поверхность цилиндров и нагар на донышках поршней. Чугунные гильзы в данном двигателе снизу уплотняются медными кольцами, а сверху прокладкой ГБЦ. Как и в компании VAG, данный двигатель не ремонтируется с заменой гильз. Гильзы новые гильзы никогда в продаже не были. Инструкция к данному двигателю гласит, что коленвал снимать нельзя, потому что резьбовые соединения в блоке одноразовые. То есть так, как мы сейчас поступили, делать нельзя. Если посмотреть на состояние коренных вкладышей, то мы видим поверхностный износ. Итак, по состоянию поршней. Компрессионные кольца подвижные. Маслосъемное кольцо закоксовано и залегло. Графитовое напыление в юбках на всех поршнях потерто. И мы видим поверхностный износ шатунных вкладышей. Ну и по состоянию коленвала. Визуально мы никаких повреждений не видим, но вот такого вкрапления быть точно не должно. Разборка закончена и сегодня мы разобрали надежный маленький двигатель. Меняйте масло чаще и он будет служить очень долго. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти у нас. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».